А вот сижу я значит и читаю всякие статейки по синтетической теории эволюции, в конце концов ролик по этой теме обещал ведь? Но гугл штука такая, машина всё-таки и на поисковый запрос со словом эволюция выдаёт не только полезную информацию, а ещё и всякие дохрена научные публикации с лекциями учёных, но ведь ещё есть старая такая добрая вещь, которая называется альтернативная наука, про неё гугл тоже не забыл. И я так прикинул, а почему бы не запилить ролик об этих странных потоках альтернативного сознания, в конце концов есть, ведь у меня серия роликов о странных вымерших животных, так пусть появится и видос о странных теориях эволюции. Так что сегодня вы узнаете, как динозавры происходили от человека, о том, как торсионные поля влияют на рождение детей, и конечно же мы не пройдём мимо разумного замысла, куда же без этого. Правда, о разумном замысле в деталях говорить не будем, сразу предупреждаю, но эту тему, господи, везде можете найти. Сразу дам ремарочку, слушайте до конца, потому что от теории к теории уровень дичи только растёт. Вам, я думаю, это понравится, особенно если вы под чем-то. Кстати, если этот ролик будет хорошо вами оценён, и что называется, будет спрос на тему, то я, конечно же, поведаю вам уже в следующей части ещё об одной интересной теме, об эволюции, теории эволюции. Как там античные философы видели животные и растительный мир, как мыши и утки самозарождаются из мусора, как новые виды появляются буквально за пару поколений, да-да, и ламаркизм тоже разберём в его первозданном виде. Так что, коли тема интересна, ставьте царский лайкос, и пишите об этом в комментариях, это даст мне понять, что нужно продолжать, ибо не динозаврами едиными полнится канал, но на самом деле, если вы олд, вы это уже должны были заметить давно. И, конечно же, если хотите поддержать канал, то чем-то кроме лайков, комментов и репостов, то можете подписаться на мой странный патреон, где я иногда выкладываю дополнения к выходящим видео, или инсайды по новым роликам, ну и да, ссылки на это всё дело есть в описании, кстати, как мой телеграмм тоже, откуда вы можете оперативно получать информацию о новых видео и стримах, а также иногда читать мой поток сознания. Как вы уже поняли, сегодня мы хоть и галопом по Европам, но таки пробежимся по самым известным альтернативным представлениям об эволюции, иногда это будет даже наукообразно, а иногда это будет вызывать у вас приступы испанского стыда. И начнём мы с самого простого и популярного, конечно же, с последней итерации гипотезы разумного замысла, которая в наше время переродилась в так называемый научный, или прогрессивный, креационизм, хотя на самом деле прогрессивным, ну с трудом эту штуку можно назвать, если честно. Сам по себе креационизм – это довольно древняя тема, и вы прекрасно понимаете почему. Конечно же, многие явления природы древний человек не мог объяснить с физической точки зрения буквально из-за того, что физики-ка таковой ещё и не было в помине. Множество духов природы окружало человека и в античности, что привело к появлению политеистических религий с мощным пантеоном богов. Очевидно, что с появлением сильных централизованных государств, опять-таки вот с той самой центральной властью, потребовалась и централизация верований, что стало первым звоночком на пути появления принципа единого бога, или монотеистических религий, что-то вот такое. Этот процесс происходил параллельно во многих древних странах, но сегодня ведь у нас не урок религиоведения, не так ли? Более детально мы это дело рассмотрим в видосе об эволюции богов, а сегодня нам важен один тезис. С появлением строгого монотеизма, религия и её догматы стали доминирующими сущностями, которые долгое время управляли и культурным, и научным развитием человечества. В авраамических религиях, так или иначе, бог создавал нашу землю и всю живность на ней в течение 7 дней, что часто трактуется буквально. И всё, что происходит на нашей земле, это всё по воле Всевышнего, что очевидно. В дальнейшем же с развитием науки оказалось, что все физические явления в природе так или иначе описываются свойствами самой среды, что привело к началу постулирования первых физических законов. И тому, конечно, помогало также и развитие математики и её методов, не отставала и химия с кучей других естественных наук. В общем, оказалось по итогу, что всё происходящее на земле – следствие процессов, происходящих в природе, а не желания высшего существа. Ну, а если точнее, то никакого влияния этого самого высшего существа так и не было обнаружено. То есть нужно немножко так это учитывать один момент. Наука не отрицает наличие Бога или не доказывает наличие Бога. Наука просто не видит влияния Бога на все исследуемые процессы. Как бы вот такое вот дело. Открытия в астрономии показали, что Земля далеко не всё, что есть в этой Вселенной, а движущиеся точки на небосводе – это другие планеты. И планеты-то по итогу оказываются вращаются не вокруг Земли, а вокруг Солнца. И описывается всё это движение небесной механикой Ньютона и укладываются в те самые банальные законы Кеплера. Очевидно, что научное опознание не остановилось на границах Солнечной системы, начиная описывать уже звёзды нашей галактики, а затем и другие звёздные скопления. В общем, с каждой итерацией поступления всё больших и больших знаний о мире, влияние Богов было вытеснено сначала с орбиты планеты, потом уже и с её космических окрестностей, а с момента детектирования следов Большого Взрыва, Бог сместился за окрестности видимой нами Вселенной. В этом и отличие креационизма или религиозного познания мира от научного метода познания, а именно, когда религия опирается на догматы, которые не может пересмотреть из-за инертности своего вероучения, то наука раздвигает границы познанного, и каждый раз оказывается, что за новой, пересечённой такой границей, никакого следа никаких божеств банально не обнаружено. Опять. Выходит, что в борьбе религии против науки, самой религии остаётся уповать на белые пятна нашего знания, мол, вот вы не исследовали первые миллионы лет существования Вселенной после Большого Взрыва, а значит, не можете точно сказать, что Бога нет именно там. Но тут получается интересный такой парадокс. Дорогие религиозные догматики, но вы ведь также говорили на прошлой итерации научных поисков, и на позапрошлой тоже, но мы продвинулись вперёд, и тогда, и сейчас, и вновь никакого влияния божеств не увидели, а открыли новые, естественно, научные теории. Но вы реально думаете, что догматично настроенного человека остановят аргумент о мальчике, который постоянно кричал о волке, а волков всё не было и не было? Вот такого мальчика на самом деле истовые верующие напоминают, каждый раз кричат о Боге, а его всё нет и нет, опаздывает. В любом случае, под давлением фактов, креационизму тоже пришлось внезапно эволюционировать. В конце концов, границы мира раздвигались и в физике, и в астрономии, и в биологии, и в химии. Картина мира уже абсолютно не соответствовала никакому из священных писаний. Да, мусульмане те же самые любят говорить о том, что в Коране что-то там предсказано. Вот только Коран толкуют все как хотят, да и сами мусульмане между собой по поводу этих толкований договориться не могут. В общем, монотеисты по итогу со своим догматизмом и нежеланием видеть реальный мир, проиграли сами себе. Но! Но вы же знали, что просто так сдаваться никто не собирался? Вот именно, постепенно, чтобы заткнуть логические дыры в своих священных писаниях, верующие начали говорить о том, что мол, давайте-ка воспринимать написанное не буквально, а к примеру, иносказательно. Ну, мол, книгу писали дюжи древние чуваки, не знали они о ваших генетиках ничего и мыслили иначе. И вообще, как говорят уже другие креационисты, вы всё врёте, и к примеру, та же Библия непогрешима, просто надо читать правильно. Так и появилась концепция так называемого научного креационизма. Научного в нём на самом деле не так уж и много, по форме же своей задачей этой ветки креационизма является попытка опровержения всех современных знаний об истории Земли и эволюции жизни через призму буквального толкования библейских и не только текстов. Но есть одна огромная проблема. Адепты этой ветки лженауки просто невероятно тупоголовые. Так, вместо того, чтобы искать доказательства своим гипотезам и проводить собственные эксперименты для подтверждения своих предположений и сбора фактов, эти чувачки бегают по различным семинарам и радиостанциям, подкастам, где яростно кричат о своей вере и о том, что она самая правильная. Причём зачастую два главных способа спора у адептов этой дичи, это, конечно же, подвена фактов, как, например, аргументы от аналогии. И, конечно же, их главный и любимейший способ демагогии — битва с соломенным чучелом. О чём речь? Принцип ложной аналогии или сравнения — это довольно частый приём в демагогии, имеющий множество способов исполнения. К примеру, аналогию можно довести до абсурда, мол, рандомный серийный убийца носит точно такую же рубашку, как ваш оппонент. Можно ли теперь ему доверять, раз он видёт себя как маньяк? Рубашки-то похожи. При этом игнорируется, что сопоставлять цвет и форму рубахи с психическим состоянием — ну, это просто контуринтуитивно, эти вещи банально друг с другом никак не связаны. На самом деле советую вам почитать в интернете об аргументе через аналогию и о ложной аналогии в принципе. Пригодится в интернет-сорочах. Принцип же соломенного чучела ещё проще в понимании критикующий преднамеренно искажает тезисы противника таким образом, чтобы ему было удобнее их опровергать, так сказать, подстраивает их под себя. Таким образом, он опровергает не именно, что сами тезисы своего противника, а те высказывания, которые сам же за него и придумал, то есть воюет, собственно, соломенным чучелом. Знаменитым примером являются нападки креационистов на теорию эволюции по Дарвину или частые указания на то, что изотопный метод датировок не точен, имеет много погрешностей и вообще не работает. С критикой Дарвина всё понятно. Креационист, споря с эволюционистом, апеллирует к тому, что ну раз Дарвин придумал эволюцию, то значит и эволюционист этого Дарвина полностью во всём поддерживает. Исходя из этого соломенного чучела, креационист заявляет, что вообще-то Дарвин так и не показал наглядно, как эта эволюция происходит, а значит старичок-то ошибался и никакой эволюции нет, да и вообще-то Дарвин в бога верил, ко-ко-ко раскаялся перед смертью. При этом игнорируется тот факт, что в рамках как синтетической теории эволюции, так и эмбриологии и эво-дэво есть множество других палеонтологических, морфологических и генетических доказательств в пользу эволюционного развития. Да и Дарвин это как бы такая древняя-древняя основа, на которую естественно в академических кругах уже давно никто не опирается. Проблема тут только в том, что в генетике и палеонтологии креационист не шарит, как и вообще в современной науке, а значит понимая свою слабую позицию, он пытается буквально по его мнению докопаться до корня эволюционного учения. Ну то есть до того, чего сам Дарвин не знал. Аналогично странно выглядит и критика изотопных методов датировок, когда критикуются устаревшие их методы на заре их появления, но при этом игнорируются уже современные методы изохрон, калибровский шкал или, к примеру, дендрохронологические карты. И ведь действительно, метода для верующего оратора довольно удобная. Вот вы в середине 20 века сделали кучу ошибок, неправильно все считали, как вам теперь с вашими датировочками-то сейчас верить? При этом очевидно, что такая демагогия используется креационистами только в публичных дебатах, либо в их же книгах, потому что направлена она не на получение истины в процессе спора. Такие громкие аргументы об ошибках прошлого нужны как обращение к слушающей их аудитории, мол, посмотрите, как я этого эволюциониста в его же лживые основы носом тоткнул. И по итогу получается, что креационист в первую очередь во время дебатов занят далеко не поиском истины, он занят простецкой пропагандой, организованной на дурачков. А знаете, кто еще занимался пропагандой? Гитлер? ЗАДУМАЙТЕСЬ! Правда, вы, наверное, уже понимаете, как парировать такие веселенькие аргументы догматиков. Что же вообще постулируют сторонники научного креационизма? Ну, во-первых, они требуют относительно побуквенного понимания священных текстов. С этим все относительно понятно, но далее начинается самое веселое. Они на полном серьезе считают, что нашей планете от шести до десяти тысяч лет, в зависимости от того, как все отсчитывать. Кроме того, они считают, что абсолютно все живые существа, которые когда-либо жили и живут на нашей планете, были созданы в одно и то же время богом, то есть человек, по их логике, мог жить бок о бок с динозаврами. И более того, они каким-то магическим образом еще и находят доказательства всей этой веселой дичи. Ну, им так кажется. А вот из невеселого, кстати говоря, можно подметить, что в свое время эти олухи даже смогли добиться преподавания своего учения в некоторых консервативных штатах в США. Представьте, если у вас в школе будет урок по христианской эволюции. Ах да, точно. Ну ладно. А в общем-то, также стоит помнить, что научный креационизм на самом деле имеет множество различных веток, при этом разброс взглядов довольно широк от, к примеру, младоземельного креационизма с его землей возрастом в 6000 лет до вполне себе безобидного теистического эволюционизма, где постулируется, что наука и ее достижения ничем не мешают священным писаниям и вообще давайте-ка веру от науки отделять. В общем, чуваки веселятся как могут, но поверьте, это еще самые-самые адекватные представители лженауки в сегодняшнем видео. Далее я предполагал добавить немного ремарок о саентологии, но почитав их доктрины, понял, что они довольно скучны, а значит пусть сидят у себя в чулане. Готовьтесь, сейчас будет кое-что позабористее. Как вы прекрасно знаете, основой наследственности в нашем организме практически на все 100% является ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота. Но, как оказалось, все не так просто, на самом деле единицей наследования признака являются когерентные фотоны, излучаемые нуклеиновыми кислотами, которые, в свою очередь, взаимодействуя с торсионными полями, образуют квантовую наследственную оболочку вокруг организма, даже вокруг мертвого. Да, мои чувачки, попрошу поприветствовать профессора Горяева и его теорию волнового генома, перекреститесь на всякий случай. Сам по себе Горяев был человеком максимально фриковатым и доставляющим неимоверные лузы знающему человеку. Он настолько качественно развлекал ученых, что его даже не стали банить на форуме молекулярных биологов, где он был на самом деле чем-то вроде мальчика для битья. Данный фрик в свое время вроде как учился на ботаника, но, получив диплом, не смог окуклиться в научной среде, а с приходом гласности внезапно открыл в себе тайные знания. Знания же эти, по сути своей, представляли из себя то, что я описал выше, мол, ДНК может излучать поля, фотоны всякие, которые взаимодействуют с другими полями и органической материи, могут приводить кучи различных эффектиков. К примеру, к передаче наследственной информации на расстояние, и даже сквозь время, а, конечно же, еще и к телегонии. Телегония, если что, это такая антинаучная дичь, когда, типа, первый половой партнер женщины может оказывать влияние на генетическую информацию ее детей, рожденных уже от других мужчин. Ага, да, это та самая недобиологическая гипотеза скрепоносцев из девятнадцатого века, когда женщинам активно насаждалась идея о том, что свободная сексуальная жизнь, сие дикий грех, а вот все эти браки по расчету и бьет, значит любят, это чистейший и непорочный идеал жизни. Горяев же перенес телегонию на свои псевдонаучные рельсы и даже основал свой подпольный квантовый институт, где яростно оплучал чужую сперму, чтобы оплодотворить женщину на расстоянии. А по итогу, по его словам, чуть не оплодотворил сам себя и своего другана. Веселый человек, в общем, был. Причем методики свои никому не раскрывал и более того, кичился тем, что мол, у него одиннадцать патентов на свои технологии. Хотя, как оказалось, десять из них являются только лишь заявками, а единственный настоящий патент – это набор общих терминов без точного описания процесса. Хотя вы же прекрасно понимаете, что наличие патента – это далеко не доказательство работы методики, в конце концов посмотрите на количество патентов, да на вечный двигатель, к примеру. Уровень своей несерьезности он также экстраполировал и на свою великую монографию, где сложным таким канцелярским языком для наукообразности описывал, чем его волновая генетика крута. Новое слово в эволюции и генетике, кстати, так и не случилось. Но по мнению самого пациента, не потому, что его метода вообще не имеет отношения к реальности. Нет, молодые люди, на самом деле это все заговор сионистов из комиссии по лженауке РАН. Кстати, отдельное веселье доставляло то, что современных генетиков и вообще молекулярных биологов, которые с ним были, ну скажем так, мягко говоря, не согласны, он называл новыми лысенковцами, апеллируя к гонениям против генетиков в Советском Союзе. Мол, он просто непризнанный и непонятый никем гений. Ну вот оказывается, что ДНК это вообще-то волна. А все эти ваши триплеты и кадоны, это все ваша зашоренность и вообще прошлый век. И, кстати, будучи торфионщиком, он в свое время поддерживал даже гробового, который обманывал жертв бесланской трагедии, предлагая по фотографии воскресить погибших родственников. Воскресить частично по методике Горяева. Такая вот на самом деле свинота, что, кстати, для альтернативщиков вполне нормальная тема, посмотрите на антипрививочников. К счастью или к сожалению, волновой геном так и не нашел никаких подтверждений в научной среде, но если вы думаете, что такие уроды были только в России, то строго ошибаетесь. Ведь в США практически одновременно стартовала еще более упоротая идея. Теория морфического резонанса, да, я прочитал правильным. Сформирована эта идея биологом Рубертом Шелдрейком во второй половине двадцатого века на основе его метафизического витализма. Не знаю, буддизмом обкололся, чувак. А если что, витализм — это концепция, которая предполагает, что живая материя качественно отличается от неживой материи наличием какого-то нематериального компонента, причем не души. И компонент этот заставляет органику вести себя иначе и даже следовать логике совершенствования. Таким нематериальным агентом в витализме Шелдрейка и является его морфический резонанс. По его утверждениям, каждая молекула организма воздействует своими морфическими полями на общее морфическое поле всей планеты, что приводит в дальнейшем к изменениям в структуре этих молекул. Более того, через внешние морфические поля возможна нематериальная передача информации, то есть, к примеру, мутации их популяции, могут распространяться буквально по воздуху на бесконечные расстояния, как песенка Эминема с вашего старого Sony Ericsson K500i по блютузику. К тому же, по мнению Шелдрейка, это неплохо объясняет и остальные эволюционные процессы. Так, полипептидная молекула, единожды свернувшись в стабильную белковую структуру, создает морфический сигнал, который, распространяясь по всей планете, будет приводить к тому, что все остальные аналогичные молекулы будут сворачиваться таким же образом, с большей вероятностью, чем с другим. Да-да, система работает как по радио. Стоит ли говорить, что экспериментально подтвердить свои слова автор идеи, конечно, не смог. Ну и в довесок ко всему, в одной из своих первых популярных книг Шелдрейк утверждал, что именно возмущения посредством морфического резонанса помогают животным принимать и поведенческие решения тоже, ну и, например, даже обучаться. Также он утверждал, что посредством всех этих гипотетических волн собака может узнать о скором приходе хозяина, а вы благодаря этому можете почувствовать на себе взгляд другого человека. И дальше больше, так как волны этого резонанса распространяются повсюду, то регенерация конечностей происходит также по этой причине. Информация о строении поврежденной конечности берется чуть ли не из общего планетарного поля информации, аналогичный с развитием эмбриона, который растет по направляющей инфы из всемирного резонанса. Почему тогда у каждого отдельного животного эмбриогенез идет по своим направлениям, ведь у каждого вида свой антогенез-то если что? Ну тут автор ответа не дает. В конце концов, с развитием эпигенетики и эволюционной биологии развитие, концепция Шелдрейка стала окончательно антинаучной, но была ли в ней хоть только науки изначально? Что же, если вы думали, что всякие волновые геномы морфические резонансы это дичь, то как вам концепция того, что динозавры произошли от человека? Более того, от человека посредством внезапного упрощения возникли вообще все живые существа на Земле, ведь первым на планете появился именно Homo sapiens. Знакомьтесь, теория инволюции Александра Белова. Да вы не ослышались, именно инволюции, то есть по мнению Белова сначала появляется человек, а уже затем он теряет свой разум и постепенно упрощается, превращаясь в современных млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных. По мнению этого чувачка, когда-то в древности, еще в Палеозое, появился человек во всем его современном обличье, и затем начал внезапно дико и бешено деградировать, ох, прям как во времена интернета. Причем, вполне вероятно, что человек появлялся на планете несколько раз, как минимум трижды, а может и больше, за весь фанерозой. Такие человеческие популяции Белов называют палеозойцами, мезозойцами и кайнозойцами. И нет, это не разные планеты, это геологические эпохи. Так что да, динозавры, видимо, произошли от человека, но что стоит за этими словами? На самом деле Белов, как и многие фрики, начинает за здравие, а заканчивает за упокой. Вы же не думали, что все будет просто? Как вы можете помнить, все позвоночные так или иначе имеют общий план строения, то есть голова, позвоночник с хвостом и два пояса конечностей. Это как бы нормально. Это, собственно, очевидно, ведь все позвоночные, находясь в составе хордовых, имеют общего предка. Вот только если у палеонтолога здорового человека предком всего этого биоразнообразия является червеобразная сводно-плавающая хордовая времен конца Эдиакарского периода, то у Александра это сам что ни на есть Homo Sapiens. Аргументация божественная. Посмотрите на руки человека. Пусть человек встанет на четыре ноги, и локти окажутся в положении сзади, а колено окажутся в положении впереди, как у бегемота или у собаки. Более того, общий состав по костям будет примерно одинаков. Отсюда вывод. Все позвоночные – потомки человека. Ну как вам такая логика? Аналогичные выкладки он приводит по строению ступни, ладоней, позвоночника и так далее. Хотя вот есть вопрос. Если все позвоночные происходят от пятипалого предка, ну от человека, то почему у ихтиостек и вообще ранних амфибий каменно-угольного периода пальцев семь, а то и восемь? Ведь по теории инволюции усложнения быть не может. И да, по его высказываниям, действительно, организмы не могут усложняться из поколения в поколение с течением времени, ведь это противоречит второму началу термодинамики – хаос может только нарастать. А значит от самого сложного человеческого строения идёт термодинамическое упрощение с повышением энтропии и опять же с упрощением строения. Но есть одна проблема. Любитель говорить о том, что эволюция нарушает второй закон термодинамики, забывает о том, что вообще эта Земля не является изолированной системой. Более того, каждый организм также не является энергетически изолированным от остальных. У нас есть трофические уровни, где энергия с потерями переходит от продуцентов к консументам, и так до всяких детритофагов, которые жрут объедки. А вот продуценты берут энергию внезапно от Солнца, ну и иногда посредством хемосинтеза, как например биомы вокруг чёрных курильщиков. Получается, что эволюционный процесс термодинамики вообще никак не противоречит, а наоборот, как раз таки находится в её рамках. Чтобы понизить энтропию, нужно совершить работу. А это, братья и сёстры, вообще-то десятый класс школьной физики. Правда, наш палеантрополог, как он себя величает, почему-то об этом старательно умалчивает. К тому же, очень интересно, откуда же берутся новые люди для последующей деградации в темноспондилей, аллазавров и эндрюсархов. Да всё просто, они оплотняются из тонкой божественной материи. А вы чё думали? И представьте, это самое оплотнение, по мнению Белова, термодинамики уже не противоречит. Хотя это как раз таки и есть спонтанное падение уровня энтропии без совершения работы. Весело, не так ли? Отличная логика. Но это ладно. А вот откуда появились членостоногие, например? Оказывается, в дофанерозойские времена, в процессе оплотнения появлялись членостоногие подобия людей, которые в дальнейшем и деградировали до динокоритр, аскорпионов, анихофор и насекомых. Как тебе такое, Илон Маск? Ну, как там ваши головушки ещё не болят? Что ж, если вы дослушали подкастик до этого момента, то, во-первых, огромное спасибо вам за такой интерес к теме. А во-вторых, ну, наверное, теперь-то ролик явно достоин коммента и лайка, а то получилось, ну, прям какое-то полотно. К тому же, я постараюсь прикрепить ссылочки для почитать, благо там есть на что обратить внимание. А вам, конечно, за просмотр-то спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok